Не готовы, в каких районах края топительный сезон под угрозой срыва? Рисование с наказанием, что решил суд на очередном заседании по делу Марии Матузной за картинки в интернете. Спасти маме жизнь. Как диагностировать у себя опасное заболевание, расскажут сегодня в Барнауле. Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Подготовку региона к отопительному сезону обсудят сегодня депутаты КЗС во время правительственного часа. На вопросы парламентариев ответит в Рио министр строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства края Иван Гелев. Ему в преддверии встречи уже направлено несколько десятков вопросов, связанных с работой ведомства. Большинство из них посвящено подготовке к зиме алтайских муниципалитетов. Напомним, крайне сложная ситуация сложилась в камне на обид. Там из-за дефицита угля и предбанкротного состояния теплоснабжающей организации введен режим ЧС. В сложном положении находится и поселок Сибирский Первомайского района. По мнению главы сельсовета Олега Баронина, под угрозой теплоснабжения не только жилых, но и многих социальных объектов. Эти вопросы, а также тему долгов перед ресурсоснабжающими организациями и поставок сжиженного газа для населения обсудят сегодня об итогах правительственного часа в ближайших выпусках. Адвокат Марии Матузной, обвиняемая в экстремизме, попросил суд прекратить дело подзащитное. Суд отложил рассмотрение ходатайства на две недели. Стороны замерли в ожидании результата. О том, как проходило слушание, расскажет Илья Кочетков. Пятое по счету заседание должно было стать своего рода ответом защиты Марии Матузной всем предъявленным обвинениям. По крайней мере, ранее адвокат обещал привести новых свидетелей и, возможно, представить результаты новой независимой экспертизы злополучных картинок. Но вместо этого адвокат допросил только саму Марию. По ее словам, во время допроса следователи убедили ее написать явку с повинной, пообещав, что это смягчит наказание, а также дали подписать уже готовый протокол допроса. Это полностью помысл сотрудников полиции, либо вы просто не так рассказали, исходя из каких-то обстоятельств. Я как говорила, что я ничего вообще не поясняла. Допрос, вот именно допрос я писала, только я в копии. А допрос происходил так, что я просто сидела и ждала, пока следователь закончен печатать. То, что там написано, в принципе, такого сказать не могла. Если бы я это прочитала тогда и знала, какие последствия мне взять, естественно, я бы это не написала. Но мне пояснили, что если подписать это все, то все будет хорошо. В то же время Мария подтвердила, что сами картинки размещала, не желая кого-либо оскорбить. Сразу после этого адвокат Роман Ажмегов обратился к суду с ходатайством о прекращении уголовного дела. Он сослался на недавно принятое постановление Верховного суда России. Оно рекомендует принимать во внимание как раз умысел подсудимого и многие другие факторы. Но обвинитель запросил дополнительное время для ознакомления с ходатайством. И судья перенес заседание на 9 октября. Сама Мария во время и после заседания заметно нервничала. Потому что такое ходатайство очень важно в прекращении уголовного дела в связи с темпленумом. Как бы на него большие ожидания возлагались. А в итоге, как бы, ну, не знаю, лично для меня это выглядит просто реально как какая-то издевка. Что раньше они спокойно все ходатайства разматривали, а сейчас прям две недели потребовалось. Адвокат признается, очень рассчитывает на то, что 9 октября суд все-таки встанет на сторону Марии. Тем более, уверен он, постановление пленума Верховного суда во многом реакция именно на дело Матузной. Вот есть документ Верховного суда. Поэтому как-то будьте добры, с ним давайте разберемся. То есть, соответственно, в дальнейшем, то есть, опять же, если не удовлетворят наши ходатайства, то, конечно, мы будем дальше свою линию защиты, то есть гнуть. Адвокат уверен, если суд прекратит дело, это станет важным сигналом для всей судебной системы и, возможно, повлияет на другие громкие дела за репосты. Отметим, в Крае сегодня рассматривают еще три подобных дела. Всего же в России, по данным, проведенным российской газетой, сегодня более 500 таких дел. При этом за последние два года их число выросло более чем в пять раз. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. Наши новости. А потом исполняют танец с этими лентами. Акция посвящена Международному дню профилактики рака молочной железы. По данным Алтай-Крайстата, в 2017 году от онкологии скончалось более 5000 жителей края. Как правило, у мужчин чаще обнаруживают рак легкого, а у женщин рак молочной железы. В период отопительного сезона нельзя забывать о состоянии вентиляции в многоквартирных домах, ведь от этого зависит не только микроклимат в квартире, но и наше здоровье. Обслуживание системы вентиляции, очистка дымоходов, печей и каминов, санитарная обработка мусоропроводов, поддерживать гигиену в жилых домах с компанией ЭКСибирь просто и выгодно. Почувствуйте разницу. Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. Крайпеременная облачность, без осадков, воздух заметно теплее. В Белокуре, Хибийске и Рубцовске до 18 тепла, в Алийске 17 выше нуля. В Барнауле без осадков, солнечно, ветер южный умеренный и до 19 со знаком плюс. Напоминаю, телефон редакции Барнауле 722 440. Полная картина дня в вечернем выпуске. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok